Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть группа на зоне зуба. Сегодня будем проходить ивент вот этот вот прекрасный за альпаку-паку, то есть это 10 кило, 200 саточков, звучит красиво, 3 боя мы пройдем его фул. Интересно, да, нет? Посмотрим, посмотрим. Но для того, чтобы пойти в этот ивент, нужно сначала альпаку прокачать. А для этого прекрасного дела нам понадобится зайти и прокачать, да? Мне же жетоны выпали, вот я же говорил, просто судьба, она такая иногда штука полезная. Когда надо, она случается, когда не надо, стигай ее допросишься. Ну, в общем, идем качать, альпаку на пятый уровень, почему пятый, потому что, не знаю почему. Ну, не важно, в общем, просто качаем, быстренько пробуем это сделать, быстренько в зубе прокачать уровень, да-да. Мешно звучит, конечно. Ну, куда деваться, ребятки, тоже зубом. Кнопочки вот эти прекрасные. Нельзя же просто взять и сделать под каждым уровнем кнопочку прокачать все до отсюда. Или там прокачать сразу пятый уровень. Ну, вот понимаете, потому что в реальности в текущей, да, там некоторые игроки в зубы, они берут сразу двадцатый уровень, там, вот взяли и вжухли и двадцатый прокачали. А вот пятый, ну, как бы, это вообще, тут даже не обговариваться, это нужно было сделать уже давно. Вот такую штуку, чтобы не тыкать по несколько десятков минут, вот эти вот прокачки беспонтовые, да, сразу качать себе, там, десятый, пятнадцатый, двадцатый уровень одной кнопкой. Ну, как бы, слотик у нас, кстати, открывается на третьем уровне, да. Ждонов просто много и хватит, наверное, до двенадцатого, скорее всего, поэтому мы будем идти дальше, конечно же. Блин, сейчас бы главное, чтобы зубы не забагалось для того, что я скиднула обучение. Вот видели, рука была с обучения, да. Просто когда игру переустанавливаешься, обучение снова начинается, в общем. Ну, еще тот веселье, да, проскидываем так. Ну, и последний промежуток, так сказать, почти что, потому что мы еще возьмем пятый уровень, возьмем после него промежуток, да. Вот с этим всем багажом, да, распределим атрибуты, наденем, так сказать, на альпаку-паку предметик один какой-нибудь, очень нужный самый, да, конечно же, у него. Наверное, забылом пиродине или что-нибудь еще интересное. И после этого отправимся проходить ивент. Будем проходить, ну, в соло-боях, ясно делаю. Такое я сказал, да, жестко, ивент соло-боях. Неожиданно вообще было. Никто не ожидал. Ну, что ж, вот он, пятый уровень, красивый такой, модный, на заставочку пойдет все дела. Ну, а мы сейчас вот это вот все протыкаем и, наконец-то, откроем. Наконец-то. Мне просто самому интересно, сколько там будет по очкам, потому что, ну, я объективно понимаю, что те, у кого нету паку, те, как бы, пролетают почти с этим мимитом. Особенно если там будет по 500, по 700, по 600 очков, да, на этапы. А там 4 этапа, то есть, на суммарном этапе может быть, ну, на последнем, точнее, этапе может быть 700 очков, на предыдущем там условно 300, 400, ну, в общем, сами понимаете, уже за 1000 может выйти, а по 5 очков, 1000 очков набить, ну, даже за 2 дня, это бред, как он. Ну, что же, давайте распределим атрибут сначала, а потом пойдем. Ну, тут, наверное, стоит взять одну дальность и пересрятки. То есть, вот такой вот баланс возьмем, скорее всего. Скорость брать не будем. Бомба. Бомба у нас боулинг. Кстати, по радиусу, что тут? 4,0. У-у-у, какой радиус интересный. Берем перезарядку на максимум. Хотя можно дальность взять, как вы думаете? 6% нет, не берем, дали. Возьмем перезарядку на максимум. И копье. Копье у нас напор, это вот копье, который передмещаться, им нужно. Вот баланс тоже возьмем. Баланс будет интересен смотреться. Ну, и предмет. Предмет. Выбор, конечно, максимально крутой. Кассетка 4 уровня, зуб вампира, сандалица то. Ботиночек, адреналина, четвертый уровень, какой он полез. Сколько тут процентов? Все 4. Классно. Возьмем зуб вампир, но самое полезное из всего, что здесь, потому что в любом случае 2,3 отхиливается, просто теревается чуть меньше, чем у других. Опять же, можно даже сравнить с чем-нибудь с кем-нибудь с зубами вампира, то другими. Ну вот, давайте на крабе сравним тут вроде максимальный. Но это не точно. Да, 12-й зуб вампира. Там 32% было здесь. У нас будет 60. Ну, как бы в два раза хил вышена. Неплохо звучит, конечно. В два раза хил. Ну, опять же, за удар, да? То есть, хилитесь в два раза больше. Ну, в нашей зубе это работает не всегда, наверное, корректно. Хотя, должно быть корректно. Так, ну, вроде сборка готова. Альпака готов. Я готов. Погнали в бой. Главное, чтобы там не были нелегкие бои. Иначе я буду опечален очень сильно. Нет, стандартные бои. Чё? Альпака готов. Я готов. Никсы, куча, которые меня сейчас окружат, готовы. Неадекваты готовы. Все готовы. Надеюсь, будем сегодня этих денег лутать. Ну, почему-то уворачиваешься. Ну, капец, как они душат, а? Как они душат меня? Так, я сейчас ошибку, наверное, делаю. Нужно было сначала золотать. Ну, кстати, видели? Это усиленный урон был пока что. Как же он хорош, да? Вот я сейчас, кстати, делаю на 6 недели ошибку, потому что мне не легендарного бота нужно убивать. А нужно убивать такую прекрасную штуку, как противники, да? Которых убивают другие мои противники. Поэтому бою прекрасно. Ну, пока что все ок. Зубы вампира как бы есть. Возможно, стало взять ботинок вместо зубы вампира, чтобы было больше подвижности. Ну, кстати, легендарный ботинок без дальности, если что. Ну, мы сейчас, скорее всего, играем против ботов частично, да? Частично против ботов. Не только, кстати, по действиям, да? Так, нужно не забывать. Так, нормально, вроде все делаю. Качественно, да? В общем, да. Ну, я же говорю, альпака очень сильный по урону за счет того, что вот это усиление дается. Плюс, когда будет первобытный снимк, там его, считайте, достали, по сути. Просто нужно его дозалутать. Вот, кстати, видели? Я только что выпустил. Вот самый прикольный, кстати, момент был только что. Я выпускаю, смотрите, дробовик, он летит, да? Я в этот момент нажимаю активный навык. И какой из этих двух уронов будет усиленный? Тот, кто первый долетит или тот, кто вылетел? Потому что вылетели-то они, по сути, вдвоем. По идее, можно выпускать три оружия. То есть дробовик, гранату и потом активный навык. И все эти три усиления, получается, будут иметь. Потому что, как вы заметили, если вы выстреливаете и ни в кого не попадаете, то у вас, как бы, не тратится заряд. Вот сейчас я вам покажу, то есть гранату я кину. Ладно. Вот видите, граната вроде уже была без усиления, да? И дробовик тоже, но это не точно. Так, ну тут мы залутали, поставь капханчик, если ты еще может пригодиться. Там осталось еще пять противников, и дети. Офигеть, сколько килов. Ну, мы, может, тоже за три боя пройдем этот ивент. Ну, конечно, я преувеличу, наверное, свою заслуги. Ну, хорошо, что я не буду вредник особо, да? На альпаке. Вот, опять же, потерял бонус. Вот, на альпаке, получается, нельзя разбивать бочки, когда нельзя, да? Нужно это учитывать, очень важный момент. Опять же, не забывать про автоатаку, которая стреляет вот в стенки, в бочки. Это, кстати, про альпаки можно использовать. То есть, дерете, ставите стенку, дерете, ставите, ну, что-то еще поставите бочку, примерно, да? И это поможет вам избавиться от активного навыка альпаки. Опять же, это хороший вариант, я думаю, для многих. Блин, дожди, все спрятались, а? По панда. А подожди, ты, друг, ну? Я не попадаю по нему, а? Понимаю. Так, ну, сейчас захилимся на все случаи, а то сейчас какой-нибудь Никс золотает. А что это, а что это в Никса кинул? Это плевок? Почти, а что это было? Я что-то не очень понял, сейчас мы, наверное, в зебру еще подъестим. Разочек. А что это с Никсом только что было? Ну, я сейчас могу умереть, но надо слушать, аккуратно заберешься. Тут какой-то зебр... А, это бот, наверное, на зебре. Просто боты на зебре, они какие-то очень жесткие по своему геймплею. Получается, не знаю почему так. Ну, в общем, они такие вот жесткие, да? И, ну ладно, повезло, вытащил, но как-то было прям опасно. 15 киллов плюс боты, там, конечно же, 4, наверное, или 3, я убил. Скорее всего, 4. Поэтому сейчас глянем, сколько по очкам будет. Здесь 95 очков, это 250, это 10 киллов. 275, это 11 киллов плюс 20. 11 киллов я сделал, в общем, по игрокам. 20 очков за вход в бой. Вот такие вот дела. Давайте смотреть, что получится. Как бы уже с туретинга, блин. Конечно, многовато. Не многовато. Ну вот, знаете, вот поэтому и рейтинг не пущий персонаж вначале. Потому что вдруг на них выпускают какие-то, да? Так, ну что, смотрим. 19 жетонов, я извиняюсь. Ну, таймс 170 на втором. Так, на первом было 90, да? Будем считать, что 90 я просто уже забыл. На втором 170, это уже 260 очков. Давайте открывать. Смотреть, что как здесь. Укол адреналина, кстати, неплохо. Сразу что и уровень густимся. Наверное, сбрасывать не буду. Здесь он и кассетки на калу с зубами импера. Ну, в общем, хороший вариант. Выпал, в принципе. Он скиносно жет, конечно, мол, лучше, что могло выпасть. 215. 215. То есть здесь было 260, здесь 115. 475. Ну, что, нормально? 475 на три этапа. При том, что именно, по сути, на три дня почти дался, да? То есть те, кто его ночи начали делать, кавычки, конечно же. Где, в принципе, спеленус с утра, возможно, кто-то еще делал, да? Ну, в общем, 475 очков и вы проходите три этапа. Опять же, если делать это все на, к примеру, фей или сьюзи, да? На сьюзи, кстати, неплохо выполнять. Это сколько? 5 очков за килл, то есть условно 10 килов 50 очков. Да, и заход в бой 20 очков. То есть 70 очков за раз через абуз. Если делать, то это, в принципе, стандартный будет вариант. Те же 470 очков делаться будут, ну, за сколько? 7 на 8, да? 560 очков у нас будет. Или я что-то путаю уже. Короче, что-то мне сейчас математика с логикой тут немножко дерутся, поэтому я немножко сейчас потерялся в мысли. Надо посчитать через калькулятор, конечно же, будет прекрасно. Но пока не будем. Ладно, погнали с еще бой. Просто как бы нужно. Хочется в еще бой отправиться. И вот я думаю, что-то... Короче, ладно, забить. Математика мне сейчас не дается. Лучше буду в этот. В логические действия пока что. Почти, посчитаю чуть-чуть постепенно. Ну да, все правильно, 56. Я все правильно помню. Но что-то вот у меня в голове на 55-55. Не знаю почему. Бывает, бывает. Так, ну нам сейчас нужно залтать гранатку. Опять же, видите ли я выпускал урон. Это, кстати, проблема может быть, то, что сейчас не спецлалтат. Он вроде Брюс какой-то странный. На бота похож. Можно на паку испугался, не знаю. Короче, надо его догнать и убить, потому что потом это будет, возможно, проблема. А проблемки я не хочу. Я там легендарный дробовик. Очень серьезно. Нет, а что-то было другое. Показалось златой гранат. Эх, показалось, что легендарное. Нам нужно отправляться, конечно же, за ботами, точнее, за игроками. Ну, в общем, отправляемся срочно на поиски. Будем делать кивы. Блин, усиление потратил на вот же гения. Говорю же, что я не трать, не трать в итоге. Еще и привычка, тот от ботинка поставить использовать. Блин, смотрите, сколько они убивают. Ну, хорошо, что, блин, они друг друга еще убивают. Ну, не убивайте вы друг друга. Ну, подождите меня, я всех вас убью. Бот убил. Ну, вот где они дерутся? Где вы все? Ну, где? Десять килов осталось. Десять килов осталось. Один только килов сделал. Ждите. Ждите меня. Ну, блин, чувство, бой будет плохой. Ну, вот посмотрите, полкарты прошел, никого нету вообще, просто ноль. Как же горит, как же горит-то. Таково мне убивать, ну. Посмотрите, просто никого нету, никого. Жесть. Дожился, короче. Просто капец какой-то. Ну, они сейчас друг друга поубивают, ну, конечно. А еще бонус урона 5-5. Просто, смотрите, никого. Обошел вот отсюда. Вот так вот. О, кстати, новый скинчик. Кто-то же достал. И я всего один килл сделал. Всего один. Ну, почему? Ну, не убегай, Никсик. Так, нужно сейчас убежать. Ну, конечно же, хамелеон притянул печь. Ну, короче, ребятки. Ну, что вот за больная дича, а? Там даже нету енота в этих боях. Зачем этот больной енот у нас за 12 уровень на обузел? Зачем? Его же вывиньте даже нету. Какой же... Какие же больные игроки? Ну, вот именно вот этот енот. Ну, скорее всего, знаете, что это может быть? Кто-то просто достал енота, прокачал его сразу сундуками, и, как бы, вот сейчас играют. Есть ли на это шанс? Ну, вряд ли. Вряд ли, конкретно, вряд ли. Мне кажется, это просто был какой-то абузер очередной. Только вот вопрос, что он делал? Зачем было абузить без ивентов? А может он в бои? Может он победы делал, точно. Он мог абузить победы, блин. Ну, двуздневные победы, все дела. Вот это мне, кстати, тоже не нравится. Надо бы от них свалить, сейчас будет быстренько потоку, пьем и свалим. Здесь я смогу быстренько поток убить. Так, ну, тут кого-то продамажил быстренько, да? Сейчас этого ботика тоже отобьем. Сажение кассетки у меня нету. Ну, конечно же, просто у меня автотака не тут. Спокойно, не бомбим, не бомбим, все нормально, нормально. Ну, понимаете, просто немножко сгорел после прошлого боя. Ну, как немножко там, капец как сгорел. Они сейчас опять друг друга поубивают, меня опять никого не оставят. Ну вот. Спокойно. При том, что я почти шоу-то от всех, ну, за полсекунды, да, их просто нужно хотя бы найти, хотя бы найти. Ой, как же это сложно, как же это сложно. Еще больше. Ну, посмотрите на баксик. Так, легендарь дроплутайм, на всякий случай, бочка сядем, чтобы не откинули. Я тут кого-то видел, это ботик. Это был ботик. Отлично убиваем. Закилимся. Сейчас еще одна птичка. А еще один ботик, ладно. Плохо, плохо. Ну, кстати, бонус урона. Да, отдался. Одна бочка есть. Не знаю, остается в кустах пустей. Короче, там тело опять нет. Опять тело нету. Опять. Еще и паксик убивает. Ну, вот что это за баг? Где он их всех находит? Ну, просто не горит. Как же не горит? Опять какой-то 12 уровень будет, да? Я, кстати, в прошлый раз почти 12-й енота заубил. Если мне тот хамелеон, который притянул аптечку, наверное, я смог бы убить. Да? Ну, вы верите сами, что по урону? Отлично, достаю. Шикарно. Осталось три противника. Осталось бы их найти и всех убить. И тогда, возможно, хотя бы, ну, 10 киллов будет. Возможно. Я бы хотел посмотреть, что там на легендарный чаро ящик будет. Ну, скорее всего, легендарный чаро ящик тоже должен забирать. Ну, возможно, будет 700 очков, и это будет реально 3-бой. 3-бой озвучит, да? Реально целых 3-боя. Ну, это за альпаку. Если у вас нет альпаки, то это будет забить. Это слишком страдалово будет. Да, теперь, правда, их искать очень интересно, весело и долго. Ну, вот этот, конечно, активный навык, который через автотаку работает, это проблема. Потому что он работает именно, вот видите, на все, что шевелится. Автотака, к сожалению, работает, это печально. А должна работать только на персонажей, по идее. Ну, в общем, да. Хотя на бочку, на самом деле, это хорошо, потому что некоторые некоторые гении, ну, вы знаете, да? Которые любят инструменты, они в бочках постоянно сидят. И в них попасть иногда очень сложно. А вот я, кстати, там и пантера сразу. Ну, конечно же, пантера, яра будет, точнее, автотакам не мешать. Не понимаем, что рассчитываю, я не понимаю. Слишком слабые противники, откровенно. Ну, новички, скорее всего. И бака тоже добиваем. Который был без укола тренали. Ну, короче, не ожидал, что его шопит. А, как вы заметили, альпака очень хорошо шопит. Ну, кстати, килов было мало. Килов оказалось в итоге... Здесь это 250, 9 килов, 9 килов осталось. Или даже 8 там было. Ну, в общем, печальник. Печальника получилось по итогу, при том, что я всех последних 3 убил, да, соло. Оказалось печальника. Ну, я надеюсь, мы пошли на панетах. Того должно было хватить по очкам. Да, хватило. Ну, давайте смотреть. Блин. Я случайно легенарозу, как будто. Ну, и ладно, текст не говорит, откроем, посмотрим. На фей падают жетоны. Остальное... Как это зубомпира, неплохо. Стоит ли оставлять жетоны на фей? 540? В принципе, вообще стоит, но мы сбросим. Ну, вы понимаете, да? Невезучий. Невезучий. Охранник, кстати, выпал. Ну, ладно, оставляем и смотрим после этого. Это приятно. Приятно, конечно, 850 очков. По итогу, конечно же, если у вас есть альпака, конечно же, если у нее есть уровень неплохой, конечно же, если вы этот уровень прокачали, и... У вас низкий рейтинг, вы сможете на изи за три боя доделать себе этот ивент. Но по итогу, что мы имеем? 475 очков плюс 850 очков. Это 1325 очков, да? Да. 1325 очков. Верите, все-таки математику еще что-то могу. Ну, немножко. Ну, че? Нормально? Изи по 5 очков набивать? Я думаю, изи. Ну, в общем, ребятки, удачи вам, кто попадет в этот ивент. Хотя бы, да, возможно, у вас есть шанс дойти до легендарного субка. У кого, конечно, альпака есть, где дойдут до легендарного черного ящика спокойным, как по мне кажется. Но опять же, сливание рейтинга это дело такое. Каждому на свой выбор. Ну, это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, остались в комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пакамка. Субтитры сделал DimaTorzok